здравствуйте уважаемые любители шахмат ну что только что вышло интервью я был лайв смотрел его даже комментировал в чате на канале левитов youtube с даниэлем народицким или левитова и ну честно говоря да мне немножко такое грустное настроение после этого потому что но очередной раз в данном случае ну я уверен что то не не специально но к сожалению очень много утверждений просто не соответствующих фактам действительности и я сейчас это об этом расскажу я уверен что ну да не просто не в курсе многих вещей но другой стороны все равно это ну честно разочаровывает потому что ну наверное может тогда лучше не высказывать свое мнение если как бы ну не знаешь там статистики данных или или все-таки подготовиться ну как бы какие-то посмотреть данные хотя бы пару видео мои посмотреть но в конце концов час жизни два часа до и уже будешь знать о чем примерно как бы какая примерная статистика и так далее да поэтому ну я вот сразу хочу вначале буквально сразу пригласить даниэля данина ко мне на канал я с удовольствием с ним поговорю могу и на его канале лучше ко мне на каналу как бы просто потому что я эту тему развиваю и я просто как бы буду давать данные да я могу подготовить да не там прислать какие-то данные даже обсудить какие вопросы будут но просто я устал очередной раз записывать после ческомовских там всех каких-то нелепых извиняюсь стоит но этих репортов вот сейчас тоже ну записывать и опровергать 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 в общем-то вещи которые есть в открытом доступе да просто конкретная статистика которая ну абсолютно не соответствует неким таки то есть даниэль он просто нуд говорит какие-то вещи которые ческом говорит которые любители шахмат там где-то в твиттере пишут но все-таки я ожидал от гроссмейстера при всем уважении как бы симпатии когда не я ожидал все-таки от гроссмейстера шахматиста но какой-то лучшей подготовки и вот хочу предложить дании все-таки поговорить вместе уже предметно потому что илья при всем опять же да то есть он очень очень хорошо ведет интервью очень интересно но все-таки понятно что не шахматист не его профессия он каких-то вещей не знает но я-то в курсе я в общем занимаюсь этим уже давно и соответственно вот далее давай поговорим давай я такой же беседу проведем но очень конкретно в по фактам по по цифрам и если ты что-то будешь не в курсе или где-то у тебя будет мнение основанным ну на на статистик который это опровергает то есть как бы не соответствует статистике я просто сразу буду говорить и тогда как бы мы будем дальше обсуждать ну окей я не хочу долгое вступление очень потому что был будет долгое интервью я поэтому боюсь что будет видео довольно большое но но хотелось бы по нему пройти потому что тема читерства была затронута и довольно много они говорили давайте начнем с 12 минуты 13 минуты до где вот начинается разговор и я буду комментировать не ты просто ты не ты не можешь концентрироваться у тебя пропадает желание играть ты уже знаешь что у тебя нет шансов и из-за этого падает очень сильно уровень мне кажется что да проблема читерства на высоком уровне на уровне игроков со званием существует но она не проникла полностью вот до такой степени как это утверждает владимир борисович это мое мнение а более конкретно а мое мнение что гроссмейстеры в кавычках мутные гроссмейстеры типа джаспэма амин ли может быть я не знаю я включен ли в эту категорию или нет из личного опыта и из опыта игры в онлайне которая уже продолжается 15 лет я не считаю что есть повод думать что они много читерят и там читер от титульных вторник и я думаю что есть какие-то альтернативные объяснения а и теории которые я могу привести и аргументы которые объясняют эту большую разницу потому что ну давайте во первых что значит много читерят или читерят один раз читерят надо банить да то есть поэтому вообще какой-то странно может оговорился даниил да то есть но понятно что не как бы если они мало читерят это не лечит до ситуации да послушаем безусловно аргументы тоже есть некоторые несоответствия того что даниил говорю что да что проблема существует что есть это все тогда почему никто не банится из из каких-то более-менее значимых игроков тоже вопрос ну потом вы услышите в интервью что даниил на эту тему говорит как ческом хорошо работает но почему-то никто не банится да и что касается того что я не вижу оснований считать ну я извиняюсь на основе личных каких-то впечатлений у меня и статистика на основе статистики я не гал конечно же это не не нельзя обвинять сразу но на основе статистики оснований но более чем достаточно для того чтобы подозревать то есть но это абсолютно очевидно то есть поэтому но странно это уже звучит но хорошо слушаем дальше люди вот как они на это смотрят они видят что как говорил владимир борисович есть не помнишь и есть грещук они там выигрывают все турниры живую а игроков типа джаз по моей мили не слышно не видно и вдруг как только они садятся за компьютер полностью все меняется все наоборот ну как такое может быть и мне кажется что есть целый ряд объяснений которая будет все эти объяснения не более тонкие если взять каждое объяснение по отдельности то она может не полностью объяснить почему так успешно играет например час пэм в онлайне но каждая из этих объяснений если взять все вместе то как бы ты начинаешь понимать что реальность это что это не все-таки не так странно что да и ну вы услышите сейчас половина этих объяснений просто не соответствует статистической реальности а большая часть остальных ну на мой взгляд к я все-таки профессиональный шахматист но абсолютно надуманно да ну давайте слушать есть отдельно взятые гроссмейстеры а который мне тоже кажется очень мутными которых надо проверять сто процентов и с некоторыми утверждениями владимир борисович я на сто процентов согласен а например я считаю что в титульном вторнике анонимные игроки не имеют права играть все должны играть под своим именем сто процентов я но они уже не играют уже все играют под своим именем ну наверное месяца три-четыре ну ладно готов как бы снять наушники во время трансляции и кстати единственная причина по которой я ношу наушники во время стрима я обычно стримлю когда играю титульный торник это просто потому что а у меня звук не передается через монитор я люблю слышать звук когда ты делаешь ход не без этого тяжело как бы концентрируется я к этому привык это единственная причина я не сижу там с кем-то на звонке а у меня не передается там ходы через одно согласно в современном мире уже не должно такого быть ну я не знаю но очень все надуманно ну нет я не говорю что задание там получает какие-то подсказки но что неужели это вот сконцентрируется сложно звука не слышно но и не знаю ну колонки поставить можно звук будет не но это какой-то это не серьезно извиняюсь очень при всем уважении абсолютно несерьезный разговор люди играют в наушниках потому что просто ну как бы я когда вижу чек играющего в наушниках турнир на при на призы у меня вот сюда так я руки разложу как такое можно ну конечно то есть и вроде бы честный человек ты так смотришь на меня честными глазами знает потом ну то есть как бы я не понимаю почему ческом до сих пор вот такие простые хотя бы меры до сих пор не принято хорошо это да я просто еще расскажу на может быть но я уже это писал и говорил что вообще-то мне письменном виде пообещали что это будет сделано еще больше чем полгода назад но в общем-то нарушили это обещает до сих пор это не сделано так что вот такая история это другой вопрос мы к этому еще вернемся вот скажи ты же сыграл миллион партий онлайн просто миллион партий вот да ты же чувствуешь наверняка когда ты играешь с человеком а когда ты играешь с компьютером у тебя-то не обманешь но это же просто уже должно быть у тебя в руках и это точно так я в этом абсолютно уверен тоже даже когда я играл шахматы там тот недолгий период но сразу видно что происходит вообще чуть-чуть я как этот на своем уровне что меня меня переигрывают как переказывают без шансов и тебя просто я я не понимаю ходов я ходов не понимаю что-то не никто ни на что не нападает а через 10 можно сдаться все висит то есть вот эта гармония возникает какая-то компьютерная как вот ты на это реагируешь ты вот играешь и ты вот вдруг чувствуешь что вот ну вот что у тебя начинается паранойя до или что у тебя начинает но особенно это ощущение возникает там первых двух туров титульно-тольники когда играешь с фидомастером то есть ты в целом согласен согласен с крамником что беда она большого масштаба естественно мне кажется с этим согласен нету практически ни одного гроссмейстера который с этим не согласится естественно на большого масштаба и зафиксируем проблема в том что это очень тяжело венгрове ряду листья дроне что ты можешь позвать там нанять тысячу судей чтобы они приходили там домой каждому гроссмейстер мы это нереально я я еще к этому вернусь но очень тяжело принять такие меры которые полностью исключат проблему онлайн хорошо вот не дала вот вот часа к жаспема пришли мы его жаспемом называем он не жаспем конечно у него есть реальная я его жаспемом называю в онлайне жаспемом будет жаспемом к нему пришли домой снимали ну там прийти например прислать судью там 10 раз например подряд просто проверить человека на длинной дистанции вот и вот когда с жаспемом играешь у тебя какие ощущения все нормально или ты нервничаешь ну в принципе я не хочу паши я знаю что он сильнее играет а но что я могу сказать насчет конкретно насчет жаспема потом вот что я могу сказать изначально я помню когда он как бы появился это было лет не знаю 4 5 тому назад я уже тогда достаточно активно играл в ческоме я переключился с айси си я не знаю кто-либо из зрителей значит такое айси си это интернет ческлаб это ческом до ческома да я там уже играл с 2004 года и все шахматисты играли там абсолютно там доминировала просто длинное будет интервью у них в голове какая-то каша то есть они считают что чуть-чуть раньше довольно сильно плюс у меня есть с этими игроками и сменли и и с джаспема у меня есть ними личный опыт они оба приезжали как это ни странно в шарлотт в мой город аминьи преподавал там на шахматном лагере и мы играли очень много партий в живую в blitz и тогда я стал понимать что человек реально играет очень очень сильно у него уровень игры в blitz за доской примерно такой же как мне кажется как уровень игры blitz в онлайне и с джаспема у меня тоже и общался в живую играл с ним ближе и смотрел как он играет в живую поэтому у меня частично он в живую также сильно играет как он 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 реально очень сильно играет живую но надо еще что понимать что игра в blitz в живую и мы к этому тоже можем вернуться она очень сильно отличается то есть люди как бы они чем отличаются у них в голове какая-то каша то есть ну давайте во первых у кого в голове каши извиняюсь только что да не говорит что он и так же сильно играет и сейчас говорит что сильно отличается но начнем с этого вторых ну же сперменты до даниэль они приезжали играли но я этого не никто этого не видел почему они не могут также приехать и сыграть при публике при камерах которую что все видят не за не совсем это понимаю они считают что весь blitz вот слово blitz это все одно и то же там 3 плюс 0 3 плюс 1 титульный вторник там обычный blitz на ческоме каждодневный который я играю очень много и blitz за доской там чем от мира по blitz это все одно и то же а это не одно и то же то есть например есть такие игроки из собственного опыта например у меня есть ученик бывший ученик у него рейтинг американский 2 300 при да я быстро перескажу историю чтобы сократить что ученик который ну совсем слабенько играет так он с ним сыграл и в общем-то видел что слабенький а вот онлайн он играет очень сильно он сам это видел когда тот играл онлайн и так далее что он просто боится он очень начинает нервничать когда играет за доской там сильными шахматистами ну во первых это один на 100 таких случаев вторых обычно это только с детьми то есть все-все-все люди уже профессионалы а мы говорим тайтл тьюзер снова профессионалы играют которые успешно играет они настолько привыкшие играть за доской со всеми лучшими что это просто не не аргумент от слова совсем честно скажу тинфида 2 200 то есть такое это две разных игры то есть даже по разному на вашу мне кажется у меня не всегда получается хорошо сыграть в титульном вторнике а это первое важное уточнение плюс я часто не досыпаюсь я утром обычно пропускаю потому что я сплю довольно поздно а вечером я как бы на расслабоне я стримлю я не пытаюсь там что-либо доказать ну не знаю я тоже играю часто уже в час ночи турнир но тем не менее как бы ну играют примерно на одном уровне и днем и вечером но разница небольшая ну ладно дать а для меня это фан понимаешь для кого не фармая не а что для кого-то тайтл тьюзер это не фан что ну для всех фан не используя это как момент вот себя доказать что вот я сейчас вот сяду прямо буду на все 150 процентов не титульный вторник это такая такой расслабон возможность там сразиться иногда с какими-то сильными сгроз может быть она карлсона попадусь кстати вот прошлый вторник я попал на карлсона сделать и мячу вот нормально хотя у шансов уже выиграть турнир меня не был это первое важное уточнение второе важное уточнение когда ты играешь за доской да есть целый ряд шахматистов и я кстати в этой категории я у меня уровень блица за доской как мне кажется примерно такой же как уровень в онлайне я очень неплохо играют репеста нормального за доской нет я считаю да не действительно хорошо играет блиц и за доской тоже но вообще-то статистика рейтинг говорит абсолютно другое да все таки очень большая очень серьезная разница по рейтингу просто я вам покажу потом это расскажу в в игре когда играет от и б турниры и онлайн ну извиняюсь вот что есть то есть не не уж не извините что правду говорю но так оно и есть поэтому здесь да нет ну просто не в курсе это сам не помнит уже наверное но вообще-то это так маль и кстати вот те люди которые говорят а почему-то не не играет амбота бы блиц вот и чем он играет на голове за компьютер и почему он не играет простое объяснение очень просто объяснение турниров нету возможности когда я извиняюсь вообще-то я посмотрел 88 партии только за год у у дани оффлайн игре за доской как бы в живую как нету не ну сильных действительно мало но она у всех мало но тогда ты в слабых будешь показывать супер результаты да то есть но поэтому не не сами понимаешь узнать мало турниров и 88 партий за год больше чем у подавляющее большинство других шахматистов я имею ввиду именно в игре вживую есть блиц турнир в америке который для меня близок и в шарлотте кстати довольно много их я играю их всегда и практически всегда их выигрываю и саша бортник мой близкий друг который тоже теперь живет в моем городе он тоже очень успешно в этих турнирах выступает но кроме этих турниров которые происходят может быть раз в месяц они не такие сильные в америке практически нет блиц турниров а понимаешь полететь там в условную европу сыграть один блиц турнир и полететь обратно но и даниил да и в условной европе нет блиц турниров но давай тогда давай статистику смотреть даниил народицкий за год сыграл 88 партии ну наверное не очень сильных турнирах на равных тяжелее немножко рейтинг повышать хотя кто знает непонятно может и легче но так или иначе в начальном вот за этот год рейтинг изменился был 2631 блиц рейтинг стал 2647 напомню что но и тем кто не знает что в лице рейтинг намного динамичнее там больше выигрываешь когда хорошо играешь больше проигрываешь соответственно но это это математическая погрешность на 88 партиях что можно сказать что за 88 партий более-менее уровень шахматиста 2640 ну это по-моему даже не первая сотня но ли это в конце первой сотни по блицу ну как бы это цифры просто я говорю о цифрах ничего не имею ввиду но просто вот такая статистика это правда не это не под силу мне уже надоело все это я играл в классику там лет шесть-семь я путешествовал там 50 раз в году я могу понять мне уже хочется просто побыть дома мне хочется побыть на релаксе просто посидеть дома за компом мне кажется много другой работы ты комментируешь туда и там я очень занят да я не могу взять там две недели просто приехали меня всегда есть там какой-то турнир нужно выплачивать мир и тебе не интересно поехать поиграть интересно но сложно пошло очень простое объяснение скажу абсолютно честно над мира всегда происходит в конце декабря на новый год у у меня новый год время которое каждый год я провожу с семьей это единственное время в году который моя семья может съехаться и для меня семья это самое главное я не могу эту неделю пропустить поэтому просто ну с этим я согласен я кстати сам и часто не играл по этой же причине да в европе рождество там семья и для них большой праздники и соответственно да это это я могу понять то есть но в любом случае не всем понимаю много играешь играет дани в blitz рейтинг остается тем же не не десятки совсем но опять же это просто концентрирую концентрирую факт тайминг тайминг очень неприятный и еще что еще хочу добавить вот джо спам сказал что там дорогие билеты и владимир борисович немножко над этим насмехался я проверил кстати из мексико-сити долетит до ташкента примерно ну можно найти на билеты подешевле три с половиной четыре тысячи долларов кстати сейчас билеты на самолет нет ну во первых скажем так во первых я тут же проверил меньше конечно полторы тысячи долларов во вторых но были чемпионаты раньше и в других местах но все это стоит не очень дорого билет а а призы можно выиграть очень большие поэтому это немножко странный аргумент прямо скажем дорогущий а так 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 же спин там выиграет 20 сто процентов игрой как как у него с теми уровнем абсолютно не гарантирует это тоже очень важно не комбинат миру по blitz у абсолютно другой турнир нельзя его сравнивать это на вторникам почему потому что в тип а потому что играешь за доской вживую вот в основном поэтому а так ну понятно что турнир посильнее но если ты блестящий шахматист что тебе мешает там тоже показать высочайший результат на вторнике во первых ты не играешь каждый тур с топовым гроссом если бы час пэм играл с условно не помнящим в каждом туре и уже на первом туре в титуль на вторник он попал там на гроссмейстер с рейтингом там 650 не знаю там условный дубов я думаю он поиграл намного менее успешно но почему ну почему я не понимаю но у всех одинаковый уровень соперников совершенно непонятна причина почему как бы у него фантастические результаты и стоп игроками онлайн фантастические большой плюс на самом деле с самыми топовыми игроками непонятно почему он должен играть слабее в чемпионатах мира ну как бы совершенно непонятно условных час пэмов у них именно вы выработан такой дебютный репертуар у них опыт такой что они очень стабильно умеют переигрывать вот этих там две четыреста две пятьсот фиде ну опять же не соответствует статистике совсем потому что как он так и все остальные дубов тоже остальные они вот именно с такими игроками но опять же ты можешь попасть на читера конечно тут всегда можно проиграть но очков практически не теряют если если не читер да то есть это как раз не аргумент это про статистически доказывается я смотрел здесь ты много что называется не наваришь очков на вот этих игроках их все проходят как бы примерно с одинаковым результатом мастеров значит этих рядовых кроссмейстеров они это реально очень хорошо делал он и крамника чешет как это это другое да я к этому еще вернусь но это крамник не проигрывает условно каруане вот так разгромно как жаспем с жаспемом у него шансов совсем нет да я знаю я вернусь еще к этой статистике который который поделился владимир борисович но просто хочу добавить что мне реально кажется что у них такой опыт который им позволяет играть хорошо именно вот в таких турнирах ну я не понимаю дали ну так что значит такой опыт а что у нас у других игроков там нету такого грещука нету такого опыта у каруаны нет такого опыта да у всех есть такой опыт почему именно в этих турнирах если человек блестяще играет очень сильно и и по уровню и по результатам а это действительно так с некоторым с несколькими шахматистами которые онлайн так идет как бы почему какой-то опыт нужен то есть ну турниры турнир к родис ты играешь послабее турнир и конкуренты играют послабее посильнее конкуренты посильнее да то есть но это объяснение честно скажу вот правда это ну попытка найти я не я то есть может быть дань действительно так думает но это я вот в абсолютно в это не верю или ты сильно играешь шахматы или ты не очень сильно играешь шахматы если ты доказал что ты постоянно играешь на равных с топ игроками ну значит и такого же уровня значит и также на этом же уровне будешь играть и с теми кто послабее с теми кто посильнее ну то есть но ну не вот совсем я как профессионал ну уж наверно мне доверяйте как пришел вам сказать что это но маленький кто-то чуть чуть лучше чуть хуже играет с разными категориями игроков но большой разницы это не даст поэтому нет не принимаю вот никак это объяснение опять же как профессионал опытный очень профессионал но нет как титульный торг начинал от мира паблицу это абсолютно другой турнир на угроз еще последняя заметкой и можем двигаться дальше это что когда ты сидишь напротив условного магнуса карлсона то есть фактор человечности которого нет живую сложнее чтобы вернуться чтобы вернуться к моему ученику вот какая вот концовка сейчас даня да расскажет эту концовку который сказал но во вторых ну хорошо опять но это такое ну такой надуманное извиняюсь объяснение я это слышал много но все профессионалы мы же говорим не о детях не по перворазрядниках мы играю и которые уже многие из них они уже тысячу раз сидели напротив этих людей карлсона а так ты сидишь не напротив но ты играешь с ним но это это но это не серьезно но правда я когда это слышу от любителей там в твиттере где-то ну так улыбаюсь и как бы игнорирую но когда это говорит гроссмейстер но извиняюсь но это просто ну может быть один человек из ста вот из профессионалов на которого это реально может повлиять но мы всю жизнь профессионалы играем за доской с разными игроками и вот ты сел напротив тебя сидит там сильный шахматист и ты играть не можешь а вот если он не напротив тебя просто ты играешь онлайн то ты уже его обыгрываешь ну ладно хорошо но не верю как станиславский говорил не верю этой истории я его попросил поделиться экраном и я прямо вот прямом эфире наблюда рассказывать об этом я просто не понимаю как такое может быть потому что шахматы и шахт да ты можешь нервничать но ты сам говоришь когда ты играл с крабником у тебя наоборот было воодушевление наоборот и наоборот рад и попал на партию с чемпионами мира с одним из сильнейшим шахматистов истории ты наоборот я кстати заметил что наоборот шахматисты которые вживую играют с топами они делятся на две категории 10 процентов просто разваливается есть такие они просто видят от меня как известно история вот это ваш кто это был кто с ботвинником там играл и он он пришел на партию сел и он описывает потом как он увидел как михао моисеевич вышел из-за кулис подошел к столу пожал руку поправил галстук заполнил бланк сделал ход е4 и у него возникло желание сдаться я это понимаю я это понимаю но это все опытные люди я просто не понимаю почему условный жаспем не играет на чемпионате мира я объясню еще почему если бы я играл много в интернете и какой-нибудь условно крамник или кто-то или народицкий все время говорил бы что я там подозрительно вот непонятный какой-то этот левитов ну что-то он почему он оффлайне играет я бы собрался подготовился бы приехал бы попал бы в десятку на чемпионате мира и все вопросы были бы разом сняты то есть понятно что жаспем находится под прожекторами да он как бы не хочет доказать и ческом не хочет как бы да мы к этому вернемся еще не то ли то есть ну это логично и не к тому что я бы тоже так бы сделал сказал бы давайте организуйте мне что-нибудь я готов сыграть с кем угодно просто показать да ну окей ладно но согласиться на смотри во первых во первых может быть он еще и приедет мы не знаем может а может быть он реально сыграть и если может быть приедет но он уже много лет нигде не играет но даже дело честно говоря не совсем в этом а в том что там другие есть вопросы и не только к нему но ладно послушаем кто-то проведет турнир за доской где будет играть там крамник не помнишь и условно и пригласят я считаю что да он должен и я готов такой я сам да я сразу такой турнир готов это если что-то оплатит предложат неплохие условия я сяду на самолет тот же день и полечу на такой турнир я жалов себя на может быть не в ташкент хотя есть прямой рейс представьте без прямой рейс нью-йорк-сити ташкент так что вот с одной пересадкой но кстати я честно говорю что мне вот эти вот значит 20 20-часовые перелеты они мне надоели меня уже начала от них точнее сейчас условия на самолетах они ну совсем плохие я уже вот у меня пропал аппетит к этому немножко но на такой турнир я сто процентов готов но мне кажется что назрела ну назрел какой-то турнир в котором я согласен назрел и давно уже надо сделать я не в чем проблема его сделать будет большой резонанс интерес ну хорошо ладно вы согласен выступят вот эти вот звезды онлайн которые ни в одной партии оффлайн ничего в своей жизни не показали такого значит я сейчас сейчас не вижу я партии там обзор обзора какого-нибудь а мы кстати пытались найти какую-нибудь партию жаспема показать оффлайн классику или blitz классику или blitz оффлайн классику ну давай вот я хотел именно к этой теме вернуться вот вот эта идея что типа я жаспем или вот ничего вообще в классику не показали но могу могу сказать о себе считаю ли я себя элитным гроссмейстером абсолютно нет уступаю я сто раз в силе в понимании вот этим топовым гроссом я их еще раз говорю там грозы типа владимира борисович я их очень уважаю я даже рядом не стою я никогда это не не будет я хорошо что рядом то стоит то есть как бы хороших матисты все но жаспем тоже хороших матист но просто это вообще разные вещи там крепкий сильный гроссмейстер там достаточно шестисотник и и топ-5 это но там просто пропасть в уровне да то есть реально я не веду на длинные дистанции именно на длинной на короткой немом все как может быть на длинной да но но как бы это пропасть которую ну абсолютно понятно что оффлайн классика rapid там но обыграет но в любой там человек 2 750 обыграть любого 2 600 там 30 не знаю ну просто вот нас 10 из 10 20 из 20 матчей выиграет а почему-то онлайн на также стабильно на длинном промежутке почему-то случается ровно обратно буду утверждать может это неправда но я раз не помню сколько раз я участвовал чемате закрытом америке но я очень неплохо там играл 2021 году я переиграл каруану черными я нет неплохо но все-таки в минусе заканчивал все-таки держался я сделал ничью с весли со с домингезом черными то есть я сто раз себя доказывал против топовых гроссмейстеров в классику опять же тут немножко идет как бы вот эти разговоры я уже слышал ну никто же не говорит что это слабые шахматисты да вот из этих людей которые онлайн показывают там какие-то выдающие результаты конечно же нет но зачем передергивать то есть вопрос не в том что они слабая в том что не настолько фантастически сильные как это видно в интернете только но немножко как бы такое странное для слышать от профессионала а не раз если посмотреть мои партии обыграл диму яковенко а на командном чемпионате мира 2000 по моему там девятнадцатом году это тоже была классика я очень неплохо играю с гроссами с рейтингом 2 700 плюс до сто процентов у меня хромает дебютная подготовка у меня хромает позиционное понимание но эти навыки они не настолько проявляются когда ты играешь там 3 плюс 0 это тоже нужно понимать что то что требуется чтобы хорошо играть в лиц она очень сильно отличается от тех навыков психологических шахматных которые требуются чтобы успешно играть в классику но опять же это просто слова а посмотрите возьмите рейтинг лист да не возьми рейтинг лист blitz оффлайн но вживую но все те же люди но вот все топ игроки там ни одного шахматиста там в двадцатке нету ниже там не знаю 650 вам просто нету их да то есть но не совсем понимаю но может один там случайно и то который мало играет очень ну ну десятки точно но почему тогда так если другие навыки да не другие навыки конечно же понятно что чуть-чуть другая игра но ты не можешь быть там шахматистом пятерки там ну десятки уж тем более пятерки там стабильно то что делать например тот же спам опять же не о нем конкретно речь даже о нескольких таких игроках не будучи при этом фантастически сильным шахматистом но вот почему-то оффлайн этого нету но просто нету да то есть кто-то случайно иногда быстро заскакивает что называется и тут же оттуда выбивают потому что у нее нет этого уровня не надо мне пожалуйста объяснять вот там любители шахмат что ты можешь за счет владения мышкой особенно играя с добавлением где это не так уже принципиально ты можешь обыгрывать топ игроков переигрывать их что кстати происходит постоянно да нет вот нет нет и нет и для того чтобы играть в blitz по-настоящему сильно показывать блестящие то ты должен быть ко всему прочему кроме этих специальных навыков ты должен быть очень сильным шахматистом ну вот вот без этого никак и как бы поэтому эти разговоры опять же ну при всем уважение к даме ну это все как бы не знаю я не знаю что это такое то есть это действительно может да не так думает но все-таки профессиональный шахматист или просто находит какие-то причины но спросите но любого топ игрока но то же самое вам скажет что я говорю но это где-то реально так вот эта идея вот последний что типа джазпэм вообще в классику не проявлялся ну кстати у него рейтинг фиде но 2 600 нужно понимать у него мировой рейт рэн рэнкин он там 130 из нас то 140 гроссмейстера в мире 2 а играет он почему-то на первую пятерку по результатам по уровню онлайн ну 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 что что происходит да не ну ну а чем ну 2 600 он сыграл давайте статистику он сыграл за этот год 63 партии у него было две пятьсот девяносто семь стало 2 603 6 пунктов рейтинга прибавил за 63 партии то есть это говорит о том что это его уровень игры 2 600 ну это его шахматный уровень да то есть ну плюс минус чуть-чуть я извиняюсь но но как бы как тогда получается что онлайн он играет вот реально на 2 800 на как шахматист 2 800 то есть он играет у него результаты лучше многих людей 750 там да то есть ну как это я извиняюсь то есть конечно хороших мать из 2 600 но мы же говорим не о том что он плохой шахматист мы говорим о том что где 2 600 их 2 где 2 800 это вообще величины то есть ну как может быть шахматист 2 600 я понимаю при всем там его умение играть blitz почему-то он играет стабильно там неделями месяцами там сотни партий на 2 800 что это за бред ну что за что я извиняюсь как за эмоциональность но мне опять как бы объясняют какие-то вещи но для детей есть но я же профессионал ну зачем я понимаю что это редчайший если и бывают такие исключения это совершенно редчайший один на поколение но почему то что таких человек там 10 примерно на ческоме ну и пищи ну как как то так то есть нельзя его назвать рядовым газ мейстер он сильный гроссмейстер если он сыграет матч в классику там с условно не помнящим down сто процентов проиграет наверное владимир борисович он даже сейчас уступит но это не значит что он там какой-то слабый гроссмейстер он ни разу не сыграл хорошей партии ну я это я сырья ну какая-то нужно знать ни разу не сказал хороший партинг это я извините дать пожалуйста но но ты так говоришь но но это словоблудие просто ну что-то ни разу не скажешь от ну все сыграли илья левитов я думаю я уверен сыграл парочку раз хорошая партия но это все не серьезно это все не знаю на кого рассчитано этим полностью не согласен может быть не знаю сложно сказать я вот не понимаю только одно ты все-таки объяснил ты говоришь качество ты вот сейчас сказал что качество для игры онлайн нужны другие а я вот не понимаю вот я играл в blitz вживую и играл в blitz в интернете у меня качество партии одно и то же а почему у него дальше партии у меня тоже выше чем качество его артик смотри смотри вот во первых и еще раз хочу очень важную вещь почему сразу скажу вот сейчас да не будет объяснять наверное я уж забыл сам быстро посмотрел что насколько большая разница что онлайн но почему-то у всей десятки всей первой десятки как бы этой разницы нет я смотрел по уровню по результатам у них почему-то вот ровно стабильно получше и они играют живую а вот все эти гений онлайн а у них ровно наоборот и разница громадная ну ну ладно ну если бы это было по-настоящему таким правилам что именно онлайн там что это большая разница почему-то у тех кто доказали уже свою силу в живую них почему-то это разница не наблюдается ну эти я не утверждаю что он не 4 я конечно конечно я понимаю я не хочу чтобы зрителям вот пришел там какой-то условный на родицы еще кто он такой он типа со всеми говоришь там все нечетерят он пришел защиту и вот заплатили там какие-то эти грозы не я ни в коей мере не говорю что сто процентов их не надо проверять что нет мутных кроссвейстеров есть кроссы которых я просто открыто практически обвиняю у себя на стриме я не видит да потом правда позже вы услышите что даня говорит что это очень плохо так вот намекать а настолько открыто хотя сейчас сам говорит что он открыто это делает в общем странно доверяю и такие есть и у меня есть но чтобы вернуться к теме вот классики во первых час очень мало играет условный если посмотреть его историю турнир не правда ну просто не потому что специально но просто не знает даня ну я говорю 63 партии за год очень приличное количество партии он играет не знаю там может быть 45 турниров в году я играю вообще я в классику практически не играю у меня нет желания у меня пропала активация но уже смоле обошел бросил если я бы реально сел все отложил в сторону полностью погрузился в классику я считаю что да я бы наверное смог бы илья набить рейтинга 2 700 я считаю нет я тоже думаю что это вполне возможно 2 700 во первых это не 2 800 разница колоссальнейшая я не говорю тут а дань а в принципе это первое а второе что значит если бы если бы нет потому что на данный момент если мы говорим о вот этих шахматистах опять же жаспем и не только он у них реальный уровень 2 600 рейтинг 2 600 играют они на 2 600 вот когда они наберут 2 700 и тогда мы будем говорить но пока так а в онлайн у них уже 2 800 там с копейками условно поэтому это разговор ну какой то несерьезный опять то есть извините я конечно извиняюсь что я так вот критикую но но вы же сами видите ну что но о чем это ни о чем какие-то слова общее если бы да это все не доказуем абсолютно не нерелевантно на мой взгляд тотчас пойма такой потенциал тоже и санциалу но и мне кажется что частично все это исходит из того что они у них появилась просто возможность устроить свою карьеру сидят дома никуда и им не нужно ехать они просто играют за компом ну это да в том то вот это то мне и смущает им удобно так в чем тогда мотивация так много играть в классику особенно сейчас в открытых турнирах ты сам это знаешь набить рейтинг в открытых турнирах практически невозможно ну людей да вот особенно в америке ну ну я не знаю 2 600 а ты играешь блиц на 2 800 и соответственно и в шахматы должен играть очень сильно нужна 650 тоннера набить можно я не говорю о большем но но почему-то и это не получается в первом туре играешь с каким-то мальчиком у него рейтинг американский 2300 рейтинг фиде 1800 такому проиграть ну ничего не стоит это они не уважают там топовых кроссов и ну если ты если ты не читером играешь если ты реально там блестящий шахматист да не проиграешь что никогда в худшем случае ничья но чаще выиграешь вообще наплевать с кем они играют они играют точно так же тактик увидят там в ищет у тебя могут пересчитать я могу на реке на дебюте не надо видел я изредка такое бывает чаще всего без борьбы просто выигрываешь реально очень тяжело на без 700 мне кажется что да у людей типа мин ли там час м да у них есть таланты на битве 700 просто не это не хотят делать потому что но откуда разговор не хотят хотя есть талану сделайте попробуйте вот шат три партии сыграл не набил ничего это что за разговор я не понимаю ну честно говоря и да нет уж профессионал чему это все ну как есть так есть человек играет чек не может на набить даже там 620 ну о чем тогда все . как бы вот когда набьет тогда будем говорить про потенциал про то как он с какой сильный шахматист пока мы пока вот так и даже make sense вот даже на их не ситуации все бросать и лезь там набивать 200 классику в моей жизни это абсолютно ничего не изменит ну да я я не прошу набивать 2000 классика не понимаю как может уровень игры в шахматы я понимаю владение мышкой на владение мышкой это там если посмотреть партии которые условно накамура выигрывает мышкой просто срубает флаг их не так много на самом деле там я флагорубство не так много он переигрывает игрой ну накамура это отдельный стас накамура 2 шахматистом или 3 какой час 2 шахматист мира к нему у меня вопросов хотя его серии на ческоме это что-то усадительное можно просто тебя перебить или а можно тебя на секунду перебить конечно вот касательно вот этой серии касательно серии выигрыша я прочел статью которая издал на своем блоге один очень почетный программист по моему он то ли профессор то ли где-то работает но явно программист со стажем и он доказал используя там методы которые даже я понял что это не странно то есть то что он выиграл там 40 сколько-то там 45 партий подряд я ты тут и в blitz 100 лет играешь это что нормально 45 партонену о чем мы вообще говорим данин доказал как я прочитал ну я не понимаю это что это специально или ты ну извини конечно но если ты не в курсе но прочитай хоть один-два моих там блога и не знаю неужели ты не читал мои блоги неужели ты не знаешь что вот вообще не об одном не вообще не об одном стрике о большом количестве стриков за короткий промежуток времени и что этот человек как и ческом вообще проверяли абсолютно не то что надо проверять и я это уже тысячу раз написал на ческоме я не знаю я не могу поверить что что не ческом не да нет что они вообще ни одного не прочитали моего материала там как бы о чем мы говорим но чек просто спародировал можно сказать какой-то какое-то исследование он он исследовал абсолютно не то что вообще о чем я говорил вопрос был не в одном стрике конечно получил результат который нужен ческому и всем и всем так сказать любителям ческома но вообще то это вообще не об этом было но это просто какая-то чушь ну да не а ты просто повторяешь как бы надеюсь что просто не будучи абсолютно не не в теме но ты повторяешь эту ерунду но я тысячу раз уже об этом говорил тысячу раз и в блоге и видео и и в твиттере в тысячу раз об этом говорил неужели да не ты ни разу это не прочитал что за ерунда опять зачем мне почему не надо опять очередной раз объяснять то же самое что это еще раз уже объяснил вы а вы все вся ваша все люди ческом остальные все кто против там условно не согласны со мной вы делаете вид что вы этого не знаете не слышали сколько можно еще сколько раз еще и должен сказать что вы не делали больше этого вида и и как бы и проверили реальности то что надо про это то о чем я говорил а не то что вы захотели проверить ну я не данью говорю скорее здесь а ческому ну сколько можно подряд так и сделал я я сыграл матч с гроссом когда я набил 3 200 пару месяцев назад я сидя прайма на отпуске я выиграл у одного гроссмейстера среди 900 по моему со счетом там сорок пять три я выиграл тоже 35 партий подряд без всяких проблем просто понимает но это зависит от гросса вообще окей я посмотрю эти партии потому что это если если гроз по-настоящему хорошие это практически нереально сделать никому но опять же всякое может быть да но это очень низкая вероятность этого но может быть просто слабый был гроссмейстер что нужно понимать вот еще раз есть вот эти более тонкие объяснения люди не хотят их слушать они видят это число да не надо мне тонких объяснений этих абсолютно таких каких-то полу надуманных тонких а зачем тонкой когда есть простое есть вы мне объясните эти цифры не надо мне говорить о потенциале о том что это что вообще-то он мог бы играть сильно что он вообще-то хороший шахмати что он иногда играл хорошие партии даже но это все общие слова это же 2600 перформансы нам 2 800 плюс и не надо мне искать тонких объяснений что насчет толстых и простых и ясных как бы почему надо их убирать и искать любые какие-то очень странные объяснения чтобы так сказать свой нарратив продвинуть но это же не не объективно 45 в как такое может быть он что ни разу не зевнул фигуру за все это время зевнул нет если смотреть на эти партии он сто раз а ты смотрел дали а я смотрел не он взял сто раз была ситуация где короб полный проигран неправда но не так это но посмотри дай посмотри партии а потом говори ну может так в таком порядке а не наоборот на доске но он и я очень четко подбирал соперников во первых его соперники в этой серии у них рейтинг час комовский был 2 700 понимаешь ли хикару этом это любитель это нет ни 2 700 во первых не 2 700 вообще-то в этой серии средний рейтинг был насколько по 2 950 это громаднейшая разница но опять зачем ну зачем давать просто абсолютно неправильная цифра ну посмотри но не то есть ты вообще эту тему не с вами мои не не хикар вообще не смотрел партии зачем тогда высказывать свое свое мнение просто ну 2 700 ческома и 2 950 а это был средний рейтинг этих соперников это разница колоссальнейшая просто зачем зачем такое говорить человек у которого он выиграет 99 раз из 100 нет 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 и нет и даже статистически нет это просто не так полностью безнадежной позиции он так и делал нет и не было не безнадежно и не выиграет он безнадежной позиции кучу партии но это все абсолютно не буду говорить слова да что это именно такое но вообще говоря но это просто но нельзя так да так нельзя просто посмотри партии ну хорошо но чтобы я не записывал очередной раз опровержение как бы и и цифры и и вообще всех этих слов давай все таки не мы профессионалы как бы мы же должны быть в ответе за свои слова когда мы говорим о шахматах да ци а за цифры о позициях о том кто выиграет 99 и 100 или не выиграет как бы да у гроссмейстеров или международных мастеров ну да не хватит поле он срубает флаг знать ну все знают как хикаро не зуба это шедеврально может шедеврально но он практически ни в одной партии не срубил флаг то он он выиграл ну подавляющее количество если не все партии абсолютно по игре как бы просто по шахматам там не было проблем не было партии по моему даже может одна была там всего в этой конкретной серии а серии было очень много таких но там везде в каждой серии но одна максимум две там из 50 60 где он там время сыграла какую-то роль остальных партиях был абсолютно абсолютно вынесены соперники по игре это просто так да если мы будем смотреть и и говорить так как есть они придумывать он это шедеврально умеет делать я тоже это кстати неплохо умеет делать на на трюках там на каких-то мышечных трюках он это все поднимает это абсолютно меня не странно вот честно говорю откровенно тот факт что хикаро один раз там за последний год выиграл 45 партий подряд папир какой один раз он 19 было за год было 19 таких стриков а за месяц по моему или за полтора месяца 7 ну чем что происходит зачем ческом дания что выйдет из вынес мы вообще не смотрим не изучаете вы же должны как бы ну ты профессионал они вообще обязаны это делать а если вы изучаете вот зачем зачем все это говорить это же все абсолютно не соответствует действительность это статистически доказано что они унираем там за три месяца ну не важно я даже не раз вас дико нет нет и не важно но это просто абсолютно все неправда но неправда это неумышленная надеюсь и неумышленная но все неправда ну зачем а ровнял там куча сары в течение двух-трех месяцев но хикару я горит не хочу он уважаемый шахматист как бы ческом проверить не имеет значения уважаемый неуважаемая какая разница я тоже не говорю что он читер и что там просто во вполне вероятно соперниками есть вопросы как они этот рейтинг получили да потому что на 950 вероятность таких такой из таких серий которые у него были с тем рейтингом если он объективный соперников они но абсолютно ничтожен математически может быть у них рейтинг завышены причем сильно завышены тогда надо в общем-то смотреть на них как они этот рейтинг получили но как бы да но это на самом деле важно да все таки прият его там я вот к чему что хочу еще раз я не понимаю если ты мне можешь объяснить еще раз я не в твой адрес естественно это говорю я пытаюсь у тебя паре прям не я говорю у человека который который сто лет сидит с мышкой как бы все да не ты говори прямо но только честно подготовься но когда если ты не знаешь но не говори тогда скажи не знаю об этом мире все знает мне никто не смог объяснить как уровень игры вживую и уровень игры онлайн может значительно отличаться то что он отличается результат может быть а вот уровень игры то как а там и уровень у некоторых такой что там и какой-нибудь горщику не снилось временами а уровень то откуда вдруг повысится без сомнений но значительно отличаться он не может потому что это эта игра в шахматы но она одна везде ты еще раз а классики говоришь это были игра в облицах причем просто мне кажется у этих условных мин ли джаз по мы еще просто не было возможности себя доказать добыли ну как не было были кучу ну как да и опять же мы говорим об уровне игры на таком уровне а за доской вот я так они сами отказываются что значит они играют кита близ турнира у них есть куча возможно было не сами отказываются и танго это у них не было возможно было возможность они сами не захотели ее использовать а раз не захотели то ну и мы да у меня логично и как бы сомнение есть с чего вдруг они играют на уровне там десятки и по перформансу и по уровню игры я согласен полностью что мне кажется что очень нужно провести турнир за доской где играет там крамник я еще раз не помню кору как и гранжа спамели их приглашают но что важно подчеркнуть если они не соглашаться сыграть в таком турне это не значит что они читерят нельзя а на базе этого их дисквалифицировать конечно не значит но но дисквалифицировать нельзя но отстранить на время если они ну хорошо один раз откажутся второй раз откажутся ему дадут третье сроки он и потом опять откажется все тогда извини товарищ пока ты не не сыграешь почему ты отказываешься все время пока не сыграешь ты не можешь играть за денежных турнирах пожалуйста вот как сыграешь тогда можно зачем дисквалифицировать опять же это идет какой-то вот перри перефразирование смысла в перенос смысла не мы же не об этом не дисквалификации говорим как бы конечно это не говорит том что человек 4 если он отказывается я но разные могут быть причины но как бы ческом должен в какой-то момент ты должен согласиться удобно те сроки удобное место но они уже не нету причин просто время отказываться это нечестно это не это не доказательство если они хотят заказать в турнире или или если они в нем сыграют ческом я считаю что ческом я хочу перейти сейчас к ческому а давай ческом имеет некое моральное обязательство что ли перед нами да и перед собой тоже заставить этих людей которые но проверять магнуса карлсона глупо почему они всех надо проверять проверяю этого я могу тебя пару секретов нет да конечно проверять но я в эти методы и мы их не знаем поэтому я верю я бы я верю ну ты их знаешь а где заблокированные люди так интересно а почему нет я опять же не претензия это не претензии к дании а претензии к ческому почему да не знает я не понимаю то есть вообще-то никто не должен знать почему игроки которые регулярно играют на платформе постоянно до любые неважно здесь дань или кто-либо еще почему они знают все об этической системе о том кто проверяет как проверяет это не должно быть просто я извиняюсь но это не должно быть по ческому у них один процент 4 а ты мне только что скажу ты в первых двух турах там сидишь на этом и не только ты так говоришь дэнил это все так руана говорится и все да все сидят и там господи только бы не мастер фида потому что это конец и никого не банят никого не забанен по ческому а часто только что выпустил статистику по моему не забаня я не помню числа но они фиде мастеров там дофига нет я беру банка по моему 66 титульных игроков за месяц по моему один или ни одного гроссмейстера ой там но каких-нибудь гроссмейстеров и стоп и стоп 100 своего листа вот если взять топ-100 blitz чесно там заблокированных нет то есть там читеров нет по мнению ческом ну что конечно в моем представлении просто неправда да конечно это чушь но это все же понимает что такого быть не может то есть именно когда играются за деньги хорошие деньги почему-то читеров нет ну ладно скорее всего это не так там есть читеры они либо знают что эти люди читеры но не хотят их блокировать каким-то причинам либо они не знают что еще хуже а значит почему как я вообще знаю я говорю я знаю какие у них методы я не естественно не могу все секреты раскрыть но как ты знаешь я главный комментатор на для ческома то есть я знаю все таки больше чем там рядовой игр обычно но я не по почему главный комментатор должен знать все как работает на джинга и система ну вот не вижу здесь связи никакой ты гроссмейстер о их алгоритм автоматите чеческий чеческий я не опять же не пою как почему что это такое почему комментаторы ну и конечно там до человек связаны с ческома все но все-таки да не игра опять же это вопрос принципа не претензий к дани это опять же повторяю претензий к ческому почему они раскрывают полностью людям которые регулярно играют на платформе и деньги зарабатывают это просто не должно быть по моему нет или я что-то не понимаю а во первых что могу сказать во первых это не обман они реально я это не говорю потому что там ческом не заплатил понимаешь я никому не подчиняюсь а я никому не боготворю я просто свой человек я говорю как есть если я очень много на своем цели критикую ческом если они делают нет я верю что даня искренне говорить на просто он не в теме по очень многим вопросам очевидно не в теме а почему-то в вопросе деталей один чеченского как бы отличительного ческому почему-то очень глубоко в теме опять же не его вина но что это такое так как бы очень странно все кто-то с чем я не согласен я прямо их критикую я не такой человек который буду подчиняться там какой-то компании и я а но я знаю что они во первых реально вкладывают очень много усилий очень много денег я не на них я не вижу никаких результатов ноги или многих профессоров там реальных математиков чтобы развить вот это свой свой античитерский алгоритм который они используют чтобы ловить в том числе и титулованных гроссмейстеров во вторых то утверждение да но что-то не ловит титулованных гроссмейстеров ну вообще практически нет вообще не что они боятся а дисквалифицировать там условного сильного гроссмейстера ну это можно доказать что это неправда много раз было такое что они поняли гроссов иначе прочее а можно статистику статистику можно сколько раз по моему это самое недобанено это сказать категория ну очень мало гроссмейстеров банится очень мало просто но если ты так говоришь дань ну статистику приведи раз ты в курсе там многих ческомовских грем мы хотим кто-нибудь не даст статистику когда и нам всем сколько конкретно они из просто много я не видел практически но там единичные совершенно случай за все годы такие вот из того что я видел с лиги был вот этот знаменитый инцидент когда там тигран петросян и галс бесслисо они прямо на публике забанили то что но один раз было да но это причем то есть ну а можно номер цифры можно дать сколько еще раз было они боятся дисквалифицируют я тебе могу сказать вот из собственного опыта что это неправда и третьих что значит собственного опыта ну как бы цифры пожалуйста я и я могу сказать из из собственного опыта что это правда ну как бы да потому что я не вижу я могу это хотя бы обосновать я не вижу как бы какого-то минимально разумного даже количество гроссмейстеров которые банятся если они правда не но приведи цифры приведи как что-то так просто сказать что и своего опыта ну без как бы каких-либо продолжений но это я могу все что угодно сказать я знаю также что один мой близкий друг наверное зрители могут могут оказать догадаться кто это да это очень интересная часть вот она я не буду говорить его имя он практически full time работает на то что он проверяет сотни тысячи партий он надзирает наблюдает за всеми этими грозами он анализирует все партии он реально он реально принимает решение то есть они реально над этим работают они реально за всеми этими гроз подождите если близкий друг я может быть ошибаюсь да то есть я ну как бы даня говорит что могут догадаться кто ну я так пашу наверное это бортник да скорее всего да может я если я ошибаюсь тогда как бы беру слова обратно но тогда дания мог бы сказать если мы говорим о бортнике это вообще какой-то беспредел ребята то есть это шахматист который постоянно играет на деньги на в этом турнире он зарабатывает на ческоме да то есть нет ничего не могу сказать там как он там играет не дело не в этом а в том что вообще этот человек при этом играя зарабатывая деньги в этих в этих же турнирах он и проверяет игроков почему да если это он и он же как бы знает ну все все подноготную античинкой системы и играет если это он но это просто беспредел я извиняюсь называя вещи своим языком это абсолютно неприемлемо но от не от слова совсем но но никак это вообще шокирующий просто просто шок если это если это он но я не знаю но у меня такое ощущение что он имеет ввиду даня его но хотелось бы узнать подтвердить если это он или нет не смотрят очень часто там две камеры на всех этих главных турнирах там требуется две камеры там реально очень тяжело 4 4 а ты элементарно 4 2 камеры там я уже объяснял одна смотрит на экран 2 на тебя вся комната практически не не обозревается камерой поставил компьютер человек и просто смотрит на него играет но это но это просто элементарно делается там финале играет карлсон карлана на дербек тогда мои логики или а по этой логике час там прошлом этом турнире выиграл не помнишь его там стоят реально две камеры там они тебя просят показать комнату но просят мне но они просят показать комнату перед началом турнира после чего любой человек может зайти после этого до 10 минут до начала и за эти 10 минут то угодно что угодно может внести поставить настроить камеры там просто очень узкой направленности но я мозг я играл в этих турнирах но вообще никакой проблемы 4 ну не малейшие нет это это реально правда это реально так можно ли читерить при таких обстоятельствах сто процентов еще раз говорю человек который говорит что о вот яху две камеры нельзя читерить это человек опять-таки сидит у себя в своей очереди слоновой кости ну не так уж элементарно так я не пойму что так можно или нельзя или сложно или просто что-то не пойму потому что ты делишься экраном и деле наушник вставь ну и что а делишься экраном делишься к умну слушай на пальцы способов мальон находишь на слепой это проставишь туда экран нет понятно если захочешь если захочешь если захочешь это можно сделать а но тот факт что ческом якобы там боится кого-то дисквалифицировать это не так и я также не могу согласиться илья но абсолютно никаких аргументов этому не приведено почему это не так ну ладно они сами кстати говорили что боятся банить людей ну не знаю не аргументировано вот совсем ну я еще не проверял партии сейчас по а джаз пойма с этого титульного вторника который ну это кстати это уже вторая часть я думаю что на сегодня достаточно я продолжу завтра сделаю вторую часть но что могу сказать ну не знаю я бы опять же прошу прощения если слишком эмоциональность но просто я устал от это я устал от этих каких-то не те не тех цифр постоянных от каких-то утверждений таких уверенных утверждений которые но абсолютно основаны ни на чем на мнение на эмоции каких-то у меня основания есть цифры есть статистика есть логика здесь как бы просто какие-то цифры но просто утверждение то не соответствует просто действительности по цифрам и и в общем то очень слабые аргументы которые может быть сработают на аудиторию который плохо знает шахматы я знаю шахматы хорошо и поверьте мне поверьте мне что я не предвзято там говорю а действительно вот эти все аргументы про то что там о как тяжело играть когда чек за доской вот все человек не может играть а а эту потенциал очень высокий у 2 600 у него просто такой потенциал что он 2 700 на самом деле должен играть все это но это не серьезно давайте пока до завтра ждем второй части я про прокомментирую вторую часть но как бы будут пытаться себя ограничивать на смысле быть более таскать дипломатичным насколько я могу но но реально правда но это все как бы давайте хоть раз как-то поговорим ну ну без как по-серьезному да по-взрослому обо всем этом и с цифрами с аргументацией нормальной да и поэтому вот еще раз приглашаю всех кто хочет там из ческома народицкого даниэль там других людей прийти и мы уже будем предметно говорить и как бы все это уже не пройдет все эти разговоры да потому что я буду цифрами так сказать опровергать многие вещи просто статистикой цифрами но пока на сегодня все до завтра завтра попробую прокомментировать если будет время вторую часть всего доброго а